Привет! В этом видео расскажу о главном секрете успеха в ставках, о том, как заработать на ставках. Думаю, видео будет максимально интересно, вы большие молодцы. Под предыдущим учащим видео, где я рассказывал, почему ставки зло, вы набрали 500 лайков достаточно быстро, поэтому давайте так, нужно повышать немного планку, и следующее обучающее видео, которое, на мой взгляд, будет не менее полезным и интересным, чем это, я запишу, когда ты подпишешься на этот канал, и второе, когда мы все вместе наберем 600 лайков под этим видео, так что ставь обязательно лайк, подписывайся на канал. Главным секретом успеха в ставках является понимание того, что ты играешь против букмекера. Не против той команды, с которой играет твой Реал, не за Реал ты играешь, а против букмекера. И, наверное, ты мне сейчас скажешь, Олег, ты мне это и хотел сказать, что ли? Вот из-за этого я тебя смотрю уже на протяжении нескольких минут, из-за этого ты просишь ставить лайки, но я так тебе скажу, 99% людей, они, может быть, кто-то из них и знает, что они играют против букмекеров, но ключевой момент – понимать то, что ты играешь против букмекера. Это разные вещи, и я сейчас объясню, почему. И для удобства восприятия информации я создал формулу 4У, 4 слова, где первое – это уловки. Когда какой-нибудь боксер готовится к своему сопернику, в первую очередь он старается изучить его сильные стороны. Букмекеры же – это уловки, на которые ты, я уверен, очень часто попадаешься. Какие уловки у букмекеров есть? Ну, первая такая уловка, которую все мы знаем, это экспрессы, системы. Олег, ну почему ты так мало делаешь экспрессов? Олег, ну запиши какой-нибудь экспресс, создай, давай мы с тобой заработаем с помощью экспрессов. А проблема в том, что зарабатывать с помощью экспресса на дистанции, ну я считаю, по крайней мере, что практически невозможно. Потому что если бы экспрессы были бы букмекерам невыгодны, если бы действительно многие зарабатывали с помощью экспрессов, систем, тотализаторов, то ничего бы этого бы букмекеры не предлагали. Были бы только одиночные ставки и все. А так букмекеры прекрасно понимают, что когда человек берет пять событий в экспресс, то, соответственно, он сразу же зависит уже от пяти матчей, от более ста футболистов, пяти арбитров. И букмекеры понимают, что в любом из пяти поединков, скорее всего, одна команда сыграет ниже ожиданий болельщиков. Скорее всего, в каком-то поединке судья допустит ошибку, которая может повлиять на непроход ставки. Красную карточку даст, поставит пенальти. Возможно, какая-то другая команда совершит сенсацию. И потом люди пишут, блин, опять одно событие в экспрессе не прошло. Ну, конечно, так и будет происходить и дальше, потому что это экспрессы. Ты очень сильно рискуешь. И да, твой экспресс может пройти, безусловно. Но на дистанции в год, в полгода ты все равно будешь в минусе, потому что наступит полоса, когда у тебя 10 подряд экспрессов не зайдут, и ты потеряешь свой банк. Поэтому я лично ставлю одинары, так как понимаю, что экспрессы, системы, тотализаторы – это все уловки букмекеров. Какие еще уловки существуют? Это ставки на фаворитов. Всегда букмекеры очень грамотно оценивают линию, поэтому нет смысла брать победу, к примеру, Реала от матча к матчу за коэффициент 1.20. Букмекеры понимают то, что Реал все матчи не выигрывает. И для того, чтобы тебе быть в плюсе, ставить на победу Реала за коэффициентом 1.20, нужно, чтобы 6 из 6 ставок на победу Реала проходили. Если хотя бы там одна не пройдет, то ты уже лишь при своих остаешься. То есть букмекер, он очень грамотно расставляет котировки, и нет смысла брать такие заниженные коэффициенты, ставить на фаворитов, потому что букмекер готов в этом матче тебе проиграть. Он понимает то, что все равно в одном из пяти матчей почти все фавориты оступятся. Это почти всегда ведет к минусу на длительной дистанции. Третья уловка – это тренды. В основном люди ставят на самые популярные встречи, и букмекеры там очень здорово подкручивают линию, и там тяжело всегда поднять какие-то серьезные деньги. К тому же в матче повышенной важности, особенно когда играют две сильные команды, прогнозировать и давать хорошие ставки всегда сложнее. Потому что здесь идет борьба топовых тренеров друг с другом, непонятно, какие будут формации, кто кого удивит. Особенно, когда мы говорим про какие-то трендовые события на победу тольную команду, на обе забьют и так далее. Поэтому я лично не рекомендую ставить на популярные матчи много денег на какие-то трендовые ставки. Кутмекеры очень хорошо разбирают такие матчи. Первая буква – это уловки, только что я про них рассказал. Вторая буква – это уязвимые места. Боксер изучил сильные стороны своего оппонента, после этого он начинает искать какие-то слабые качества. Какие слабые места мы можем выделить у букмекеров? Первое – это маржа. Вы обязаны знать, если вы не знаете этого очень плохо, непонятно, на что вы надеетесь в ставках тогда, но вы обязаны знать то, что букмекеры зарабатывают за счет маржи. То есть неважно, как играется матч, есть фиксированный процент, там, ну, в районе 15, который букмекер будет получать себе. И, соответственно, когда идет прогруз на какое-то событие, почему, опять же, ставки на фаворитов опасны? Потому что обычно на них грузят огромное количество лудоманов, соответственно, коэффициент на это событие начинает понижаться, на противоположное повышаться, букмекеры зарабатывают на марже. С одной стороны, для них хорошо, это для них некая безопасность. С другой стороны, это шанс для вас тоже выиграть, так как, когда идет перегруз на одно событие, другое повышается и становится уже довольно-таки интересным и валуйным для того, чтобы его взять. И сейчас я скажу центральную мысль этого видео. Понимая то, что вы играете против букмекера, вы ставите на те события, которые букмекер завышает, то есть он их низко оценивает, а вы, в свою очередь, видите их более перспективными, чем те коэффициенты, которые выдает на него букмекер. И очень часто высокие коэффициенты именно потому, что на противоположное событие идет прогруз. Соответственно, вы это должны понимать, но это не означает, что вы должны ставить постоянно против фаворитов, постоянно против всех, это неправильно. Нет, нужно именно сказать те события, где в целом противоположное событие трендам, оно довольно-таки перспективное и, по идее, имеет хороший шанс, чтобы пройти. То есть заработок на ставках – это не проход одной, второй или третьей ставки. Это хорошая работа на дистанции. А хорошая работа на дистанции у вас будет, когда вы понимаете, что играете против букмекера. То есть вам нужно обыграть именно его, вам нужно искать те события, на которых коэффициент очень перспективен. Это не обязательно события с коэффициентом 2, 3 и так далее. Иногда есть коэффициент 1,60, но на самом деле оно очень вероятное, и, к примеру, ты бы на него поставил 1,45 максимум. Соответственно, и 1,60 пойдет, если оно мега перспективное и уверенное, на твой взгляд. И еще одно очень уязвимое место у букмекеров – это непопулярные лиги и смол маркеты. То есть на матче топовых клубов, на футбол, супер поединок лиги чемпионов, там букмекеры всегда очень грамотно расставляют котировки, и очень сложно найти вот такое событие, которое прямо мега перспективное. Какие-то более низшие, менее статусные лиги, вот там как раз-таки букмекеры могут совершать ошибки. Во-первых, во всех букмекерских компаниях топовыми событиями, лигами занимаются опытные букмекеры. А вот какие-то низшие лиги, не самые популярные, обычно им дают новичкам, те, кто там проходит стажировку и так далее. Либо же брать смол маркеты. Смол маркеты – это ставки на угловые, фаллы, желтые карточки и так далее. Здесь тоже очень часто букмекеры совершают ошибки. К примеру, в Телеграме, почему у меня плюсовой, у меня почти все ставки там именно на смол маркеты. Можете подписаться по ссылке в описании. И там я в основном беру именно не на фаворитов, даже какие-то угловые, желтые карточки. И бывает, беру больше трех с половиной угловых, к примеру, команда усадера, а они подают вообще там 6-7 угловых. Третье У – это учиться. Мне вообще нравится подход большинства ставочек, как обычно они делают ставки. Они там работают весь день на какой-то своей работе, которая не имеет отношения к этой сфере. После этого они приходят вечером, берут там пивасик, потирают ручки, думают, так, на чё же бы мне сейчас поставить? Ага, тыкают и на чё-то там ставят. И они реально надеются, что смогут на дистанции быть в плюсе, выигрывать, обыгрывать букмекера. Послушай меня, если ты никогда не боксировал профессионально, несколько раз там участвовал в школьных драках, то без вариантов выходить против профессионала, который изо дня в день на протяжении там десятка лет тренируется и находится ещё на три весовые категории выше тебя, потому что букмекеры, у них гораздо больше ресурсов, возможностей там, данных и так далее для того, чтобы работать очень эффективно. Ведь ты же понимаешь, что тебе нужно обыграть букмекера, ты против него играешь. А букмекер это тот человек, который целыми днями занимается этой сферой, он профессионал в этой сфере, он умеет правильно выставлять котировки, чтобы выигрывать, да? И, соответственно, для того, чтобы тебе его обыграть, тебе нужно учиться, тебе нужно развиваться. Иначе ты не поймёшь, какие уловки тебе букмекеры предлагают, какие можно найти уязвимые места, где события реально перспективные, а где на самом деле оно просто с хорошим коэффициентом, но нифига не перспективные. Очень важно смотреть матчи команд, на которые ты ставишь, потому что если у тебя нету полной картины, как у букмекера, если ты всего лишь ориентируешься на какую-то статистику, да, то ну как ты можешь быть в ключной дистанции? Тебе может повезти там неделю, месяц, ты можешь там выиграть ставки и считать себя там королёвом букмекеров, потому что ты там самый лучший, крутой и так далее. Всю эта фигня, через несколько месяцев ты всё сольёшь, если не будешь развиваться. И четвёртая буква У – это убрать лишнее. Фокусировка – это важнейший навык 21 века, учитывая огромный поток информации, который мы получаем. И огромное количество лиг, видов спорта, матчи, на которые можно сделать ставки – это тоже одна из уловок букмекера, чтобы рассеять твоё внимание. Но важно сфокусироваться на чём-то сознательном. Если у тебя не так много времени, то выбери для себя какой-то там один чемпионат, который ты будешь смотреть матчи, читать все новости, в котором ты будешь прям максимально экспертен, здорово будешь в нём разбираться. Это позволит тебе находить и уловки, и какие-то слабые места букмекеров, потому что ты не рассеиваешь внимание на симпариат. Ты можешь мне предъявить, Олег, ну ты там кучу чемпионатов ставишь, но у меня достаточно времени, я смотрю невероятно много футбола, для того, чтобы ставить на разный чемпионат, но всё равно у меня их не такое большое количество, на которое ставят другие люди. Итак, я резюмирую. Главный секрет успеха в беттинге – это осознание того, что ты играешь против букмекера. Когда у тебя в голове есть формула 4У, где ты понимаешь, какие есть уловки у букмекера, и обязательно на них не попадаешься, понимаешь, какие есть уязвимые места, и ставишь не на трендовые события, не на фаворитов, а на те события, которые букмекер завышает, а на самом деле, на твой взгляд, они более вероятны. Третье – для того, чтобы распознавать эти уловки и видеть уязвимые места, тебе нужно учиться максимально быть экспертом в том, чем ты занимаешься, чтобы соперничать на равную с букмекером. И четвертое – убирай лишнее, сфокусируйся на 1-2-3 лигах, матчи которых ты будешь постоянно просматривать, где ты будешь просто мегаэкспертом, и это тебе позволит зарабатывать на ставках. Я надеюсь, что тебе это видео было мега полезным, если это так, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Мне будет очень приятно, если ты распространишь это видео среди своих друзей-ставочников, которым ты считаешь, что этот видос будет полезным. И мне будет также очень приятно, если ты напишешь свое мнение об этом видео в комментариях. Мы можем пообщаться, задавать свои вопросы в комментах, на какую тему ты хочешь, чтобы я записал еще видос. В общем, жду обратной реакции. Большое тебе спасибо, желаю успеха в ставках, и уверен, что если ты будешь соблюдать эту формулу, то у тебя все на дистанции получится. Субтитры сделал DimaTorzok